Всем привет! Второй выпуск моего комментаторского влога и сегодня домашняя встреча Факела и Балтики. Прямо сейчас вы смотрите за тем, как я, наверное, нарушаю правила дорожного движения, хотя нигде не написано, что нельзя снимать, когда ты едешь за рулем, тем более, что я не отвлекаюсь ни на что, просто разговариваю с вами, когда еду по заснеженным улицам прекрасного Воронежа. Сегодня немножко необычный день в плане подготовки к матчу, потому что сегодня мы с Артемом Шмельковым перед началом игры в Факел Балтика поедем прокомментировать матч любительской лиги. Нас пригласили, пообещали какие-то невероятные условия, поэтому прямо сейчас я еду за Артемом, потом мы едем комментируем матч любительской лиги, где будут играть обычные парни и потом на центральный стадион профсоюз. Да, будет вот именно так. Вот она легенда спортивной журналистики Артем Шмельков, я его забираю. Здравствуйте, Артем Александрович. Категорически приветствую. Вы попали в мой влог, я вас поздравляю. Великолею. Нам пригодится в этом проверенная фляжка с водой, ты знаешь? Я знаю, что мы едем к хорошим людям, мне этого достаточно. Это правда. Ладно, поехали, посмотрим, насколько они хороши. А че? Ты где вообще? Ты чего вообще? Артема, не ЦСП. В общем, у нас здесь проходят спортивные соревнования. Вот это самая крутая наша Суперлига. У нас есть вообще треники. Вот это Суперлига. Я, честно говоря, я просто шутка. Класс. Привет, я Владислав Гурлянский. Все, достаточно. Так, мы по трибунке ЦСП. Но ты отвечаешь за микрофон, да? То есть есть специальный человек, который отвечает за микрофон. Да, я держу микрофон. И вот если мы идем брать интервью, то микрофон... Ну, я иду держать микрофон. Да, ответьте, как все серьезно. Вот там мы берем интервью тренеров. Уже все интервью закончились. Снимаем вот на эту камеру. И вот здесь вот стоит тренер. Что самое сложное, когда мы берем флэш-интервью? Ну, они вроде стоят, тренеры. Что-то снимать. На кнопку нажал и смотришь. Нет? Ничего сложного. Ничего? Ничего. С учетом того, что ты даже не снимаешь. Это снимает. Я наблюдаю. Наблюдаешь. Так, у нас здесь барабаны сегодня будут. Ребят, расскажите, что будете барабанить. Ну, вот когда барабанят, кажется, что какой-то один и тот же ритм. Сегодня будет какой-то набор песен или что? Нет, сегодня будет новый номер. Будут горящие палки. Горячие палки? Да. Это так называемые факелы. Вот. Все будет гореть, но все будет достаточно безопасно. Так, а сколько палок вы сожгли, пока готовились к этому номеру? Десятка два. Десятка два. Десятка два. Десятка два, да. А кто вообще покупает их? Ну, мы же покупаем. Палки, да, палки это разменный инструмент. Они очень быстро горят. Да, хорошо. Смотрите, вот вы сейчас перед началом матча. Побрабаните. Потом в перерыве, да? Побрабаните. Не знаю, вот насчет перерыва. Мы вроде сейчас играем и все. Хорошо. Все. Мы играли. Смотреть матч. На матч ТВ? Естественно. Молодцы. Так, много барабанов и мало барабанщиков. Так мы живем. Почему ты не снимаешь свой блог? Вот теперь я тебе снимаю в своем блоге. Лучший. Вот блога Аптем Шмидтова. Что ты смотришь перед началом встречи? Открой секрет, вот как комментатор матч ТВ готовится к встрече. Я сейчас смотрел, когда вообще в последний раз до недавних появлений за Балтику играл в футбол со Слан-Джаная. В старте. Потому что он в прошлый раз со Спартаком вышел на замену, да, получается? Ну и играл в кубки, соответственно. Кубки, но в РПЛ. А в РПЛ он играл? А в РПЛ он вышел в стартовом составе в последний раз 1 апреля. И по ходу матча с Динамо получил травму. Все. С тех пор закончилась его эпопея в Сочи. И вот, по сути дела, он полсезона третий вратарь в Балтии. Ломается один из самых надежных и задействованных вратарей Латышон и Крас. И буквально тут же Бориско 2. И вот уже Сослан на авансцене. Сегодня, кстати, крутейшее вратарское противостояние 36-летний Сослан и 37-летний Белинов. Знаете, куда мы бежим? На включение! У нас будет включение! Давай включаться! Опять вот это, знаете, самое плохое во включении, что надо раздеваться. Это печально. Давай ты мне подкупку проведешь. Знаете, раньше вот здесь, на этой половине поля, где комментаторская позиция был пакет. И разминался здесь, и, скажем, без маска пакет была. После того, как Сергей Ташиев пришел в команду, теперь здесь Костя. Смотрите, здесь Артем Шмелькова показывает. Он готовится к включению. А я простоял 10 минут, включился, все. Теперь камера переезжает. Вот туда. Все болельщики разную. Да, мы болельщики разную. Своя история любит. Где главная очередь в перерыве? Конечно, у чайника, блин, потому что все хотят чаю попить. Закончится. Закончится? Серьезно? Я шучу, пью. Можно, да? Снимаешь, как чай пью? Да, я снимаю, как чай пью. Привет. А что здесь нажимать? Нажми, что надо? Ну, красненькую, наверное, кнопочку. Это повторное кипячение. А что, есть что-нибудь? И сейчас песня включится. Я русский! Да-да-да. Так, чай, отлично. Черный? Или кофе. Смотрите, это все лучше. Так, все, можно теперь идти отдыхать. Вот здесь футболисты после матча дают интервью. Это Мигзон называется. В первом тайме было довольно прохладно, мало моментов. В общем, 2 декабря футбол, чего хотели. А вот так вот люди отогреваются в перерыве. Грейте ноги, не волнуйтесь. Вот тут, видите, батарея, это главный вообще источник собрания людей. Это видеоблог, правильно? Да, это видеоблог. Саша, как тебе погода в Воронеже? Слушайте, скажу честно, что во вторник в Калининграде на матче с Локомотивом было прохладнее. Прохладнее? Да. Самое главное, что трибуна в Воронеже греет на самом деле. Серьезно? Очень круто болеют, ребята. Я под впечатлением большим. Но в Калининграде тоже классно болеет. А когда играли в FNL, ты еще не работал? Я еще здесь не был, да. Но мы играли очень давно, это было тогда еще людей было на матчах мало, скажем честно. Вот сегодня прям, ну я впечатлен. Вообще, если сравниваете атмосферу в Калининграде и Воронеже. В Калининграде сто процентов номер один. Но в Воронеже после Калининграда. С уважением к водящикам нет, ну очень круто, прям классно, спасибо. Спасибо, Саша, спасибо. Ну вообще зимнюю обувь надевать, потому что что-то такое... Да толстая подошла. Да хорошо рассказывает сказки. Что, замерзли? Замерзли? А ты в кемки ходишь, ты в кемки ходишь. Так, мы сейчас лучшего игрока будем вручать ИКО, да, признанным лучшим футболистом. Как тебе игра? Столько опасных моментов. Мы замерзли, это главный, наверное, так матча. Посмотрите, как аккуратно упакована эта награда. Она еще в такой вот упаковочке магнитной, игрок матча, Еракли, Комскири. Пойду, Балтика. Закончился матч, все закончилось вообще. Мы вручили награды лучшим, парни разбирают здесь вот эти световые штуки. Баннер останется здесь навсегда. Кто-то продолжает греться. И... А я все еще здесь. Здесь микрофон. Кстати, говорят, что вот нужно беречь ветрозащиту, да, это очень важно. Ветрозащита матча. Хотите маленький секрет? Микрофон нужно держать так, чтобы не попадала реклама Сенхайзера в эфир. То есть микрофон держится вот так. И если вы видите наоборот, значит, корреспондент делает это неправильно. Ну все, можно идти домой, греться. Ура! Горячую ванну и лед в нее. Все, всем спасибо, все свободны. Спасибо! Продолжение следует...